Мы как-нибудь детей обматываем, чтобы выйти. Мы даже на лифту не можем в четвертого этажа съехать. Итак, со слов жильцов, дом живет уже не первый год. Запах с первого по девятый. Проблема, встекающая в подвал канализации. Дом новый построили всего четыре года назад специально для больших семей. Все девять этажей заселились почти сразу и два года все было хорошо. Проблемы начались прошлой осенью. Приехали, хлорка засыпали. Эта хлорка вся, ну вот понимаете, пирамешку с этим запахом, этого низма вообще было не передать. Воды в подвале по колено постоянно. Если летом и весной она еще как-то подсыхает, осень и зима гарантируют, как здесь горько шутят, бассейн в цоколь. И вода прибывает постоянно. Значит, что-то не доделано строителями, а камухоз не устраняет. В местном коммунальном предприятии заявляют, что подвал давно обследован. И это не авария. Просто канализация регулярно засоряется. И сантехники не успевают ее чистить. А виноваты сами жильцы. Люди наши забывают, что система канализации это не мусоропровод. И туда нельзя сбрасывать вещи, которые не предназначены для этого. Бывают и шапки достают, бывают и памперсы, и кошачий туалет. И скорее всего, по версии специалистов, это делает одна квартира. А страдает весь дом. Еще 69 семей предлагают. Укажите хотя бы этаж, с которого начинаются проблемы. И дальше мы уже сами решим. Но и на это коммунальщики говорят, пойти не могут. С людьми проводится беседа еженедельно, ежемесячно. Перепечатывается также статья в газете о правилах пользования канализацией. Ну, на данный момент усилим данную работу в данном направлении. Тем временем затопленный подвал привел к новым проблемам. В квартирах стало сыро. Плесень, сырость, дети кашляют. Видите, какая гадость мы нюхаем. Очередной засор коммунальщики обещают устранить в считанные часы. Потом нужна неделя, чтобы подвал, возможно, высох. Тут уже как будет с погодой. Но это снова, как говорится, без гарантии. Жильцы намерены провести свое внутреннее расследование. И найти того, кто портит дому жизнь. В противном случае просить экстренной помощи придется уже у милиции. Наполненный до краев подвал холода вряд ли выдержит. Максим Вечерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.